День рождения в российской тюрьме Олегу Сенцову, 41 год. Во время итоговой пресс-конференции на саммите Украины ЕС его поздравил Петр Порошенко. Президент отметил, Украина будет делать все для его освобождения. Призвал отпустить узника Кремля и глава Европейского совета Дональд Туск. Подчеркнул, все заложники должны вернуться домой. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко заявила, ЕС должен немедленно вести санкции против россиян, причастных к заключению Сенцова. Напомню, Олег Сенцов, украинский режиссер из Крыма, выступал против аннексии полуострова. В мае 2014 ФСБ Россия арестовала его, обвинив в террористической деятельности. Приговорили Сенцова к 20 годам лишения свободы. Три года содержатся граждане Украины в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Мы призываем Европейский союз немедленно ввести санкции против всех, кого внесли в список Сенцова, и которых украинская власть передала в ЕС. Всех ФСБшников, судей, силовиков, причастных к незаконному задержанию украинцев. Саммит ассоциаций и без виза. Так Петр Порошенко назвал сегодняшнюю встречу Украина-ЕС. Президент заявил, получение безвизового режима – это последнее прощай Российской империи и Советскому Союзу. Подробности от Маргариты Стетюк. Крепкие и дружественные рукопожатия, улыбки и шутки. Так начался 19-й саммит Украина-ЕС. После приветствий прессы лидеры уединились за закрытой дверью. Беседовали долго. Как отметил Петр Порошенко, более дружеской встречи экономических и политических партнеров сложно и представить. Сегодняшнее собрание президент Украины назвал саммитом ассоциации и без виза. Порошенко напомнил, с 11 июня вступил в силу безвизовый режим. За месяц воспользовались новой возможностью путешествовать уже более 100 тысяч украинцев. Презентовал Порошенко и подписанное соглашение об ассоциации. Никто и ничто вас не победит. Петр, а теперь позвольте мне передать вам этот документ. Это окончательно ратифицированное соглашение между Украиной и ЕС. Это окончательно ратифицированное соглашение между Украиной и ЕС. Благодарю вас. 3779 дней продолжалась процедура подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Это документ, из-за которого миллионы украинцев вышли на Майдан в феврале 2013-го. Началась революция достоинства. И сейчас мы должны сделать все, чтобы евроинтеграция перестала быть абстрактным понятием. Важно, чтобы сегодня были сформированы новые стратегические перспективы дальнейшего сближения Украины и ЕС. Ни одна страна в мире не проводит такие глубинные и всеобъемлющие реформы в условиях внешней агрессии, подчеркнул Петр Порошенко и поблагодарил европейских коллег за продление санкций против России. Стороны вместе призвали Кремль прекратить войну и освободить всех украинских политзаключенных. Европейские лидеры отметили, Украина показала значительный прогресс в реформировании страны. 20 лет назад я впервые был в Киеве. Тогда я никак не мог подумать, что украинцы и европейцы будут настолько близки. У вас, украинцы, очень большие амбиции и, что немаловажно, терпение. За три последних года вы реформировали страну намного глубже, чем за 20 лет до этого. Хотя сделала Украина немало, однако все еще находится на полпути, считают европейские лидеры. Как ваш друг, я позволю себе одну ремарку. Сегодня я четко вижу, что внешний враг вас не преодолеет. Вы очень сильные, но разрушить себя можете только вы сами изнутри, поэтому самое важное – это единение. Построение такого государства, где граждане чувствуют себя защищенными. И, конечно, ваш главный враг – коррупция. Коррупция – это одна из самых глобальных проблем в Украине. Мы знаем, что вы боретесь с ней, но мы просим увеличить интенсивность этой борьбы. Раньше ЕС просил от Украины создание специального антикоррупционного суда. Но сегодня мы предложили сформировать специальную палату по борьбе с коррупцией. Думаю, этого будет достаточно, если она будет работать эффективно. В ближайшее время Украина и ЕС планируют расширить партнерство. В частности, разработать долгосрочный план сотрудничества между Киевом и Брюсселем. Маргарита Стысюк, Александр Копыловский, ЮЭй ТВ. Антикоррупционная палата вместо суда. В ЕС согласились на создание нового ведомства в Украине. Такой шаг станет завершающим этапом в борьбе с коррупцией. Зайл президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам 19-го саммита Украина-ЕС. Европейские политики подчеркнули, для успешной реализации реформ необходимо полностью искоренить коррупцию. В порт Феодосии прибыли еще две турбины, внешне похожие на продукцию Сименс. Информацию распространил Reuters. В агентстве отметили, их форма, размер соответствуют фотографиям газотурбинных систем немецкого концерна. К тому же по контракту вторую партию должны были доставить в этом месяце. В Сименс заявили, будут судиться с российскими компаниями. Оборудование приобрели для сооружения в Краснодарском крае. Но позже перенаправили на постройку электростанции в оккупированном Крыму. Это противоречит контракту и нарушает санкционный режим. Однако арбитражный суд Москвы отложил иск компании до 21 августа. Приступили к работе недавно, но уже отчитались о первых результатах и поделились планами на будущее. Новый тренерский штаб Киевского «Динамо» провел свою первую пресс-конференцию. О подготовке к сезону расскажет Олег Шумейко. В тренерском штабе хорошо известны футбольные личности. И если Александр Хацкевич руководит всей командой, то у его именитых помощников своя зона ответственности. Олег Лужный впервые будет работать исключительно на линию обороны. А Максим Шацких отвечает за форвардов. Михаил Михайлов по традиции будет готовить вратарей. А Виталий Кулыба займется физподготовкой игроков. Эта великолепная пятерка будет стараться в новом сезоне поднять Киевское «Динамо» на чемпионскую вершину. Команда не та сильная, которая выигрывает в каждом матче, а которая после проигранного матча или после проигранного сезона, если мы берем прошлый сезон, она встает и поднимается. И в этом заключается уровень мастерства, уровень профессионализма. И я ребятам тоже сказал, когда мы уже все собрались в Австрии, что вы практически все два года назад выигрывали чемпионат. В команде за летнее межсезонье пока только одно приобретение – польский защитник Томаш Кензера. Правда, много футболистов вернулись из аренды или из дубля, как Евгений Хачериди. Олег Лужный отметил, Хачериди мотивирован опять играть на высоком уровне. Он сказал, с моей стороны никаких проблем не будет, я буду полностью отдаваться. Просто он, наверное, не нашел общий язык с Сергеем Ребровым. Но он готов двумя руками выходить и полностью отдаваться на поле за команду. Киевляне в прошлом сезоне хоть и проиграли «Шахтеру» и чемпионство, и кубок, по результативности Горняков обошли. Тренер линии атаки Максим Шацких обещает, забивать в новом сезоне киевляне будут еще больше. Я уверен, сухих матчей у нас будет очень мало и надеюсь, что их вообще не будет. Новый тренерский штаб «Динамо» к работе приступил чуть больше месяца назад, а результат болельщики хотят видеть уже в ближайшую субботу. В Одессе 15 июля состоится суперкубковый матч против «Шахтера». Олег Шумейко, Александр Бугай, UATV Команда UATV продолжает свою работу через два часа о спортивных, политических, экономических новостях из Украины. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с UATV для того, чтобы не пропустить главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова